ребятки всем привет я вчера выкладывал ролик что у нас в италии сперли рюкзак с техникой на миллион и сегодня хотел я во первых поблагодарить всех кто поддерживал про это чуть позже обязательно подробнее расскажу ну и рассказать в целом что дальше происходило я сегодня ночью вспомнил что у меня оказывается еще и наушники и плавские были в рюкзаке причем в довольно потайном кармане и мы с утра обнаружили что они были все-таки в генуи через который мы проезжали и украли собственно уже после генуи рюкзак соответственно увезли обратно продавать видимо все в генуи поехали обратно в италию здесь где-то час на поезде до того городка где мы подписывали жалобу заявление в полицию и собственно показали метку сказали ну давайте вы позвоните в генуэзскую полицию там как-то им расскажите что здесь было . может они сходят посмотрит и говорит ну во первых это было вчера в шесть вечера последний раз эта точка во вторых вы можете туда сами поехать посмотреть либо сами туда поехать туда обратиться либо когда . обновиться ну видимо когда следующий раз наушники кто-то включит того тогда звонить вот по этому телефону значит в генуэзскую полицию в общем ребята всего мне понятно тот десятая сотая процента вероятности в общем уже наверное свелось к нулю все поэтому морально мы все отпустили а еще мы с женой получили вчера комментарии на ютубе что а вы там случайно не поругались так вот я вам друзья скажу что настоящие отношения проверяются именно в таких ситуациях мы вообще не поругались мы наоборот сплотились сблизились вместе все это прошли друг друга поддерживали поэтому нет не поругались вот и сейчас хочу большое огромное человеческое от всей души спасибо сказать всем кто поддерживал это была поддержка всяческими способами мне предлагали просто камеры в пользование объективы побыть там второй камерой прислать что-нибудь куда-нибудь чтобы я перебился чей-то другой камерой конечно присылали еще и денежные средства и суммарно мы набрали более наверное 80 платежей то есть более 80 человек поддержали деньгами и мы набрали около 200 тысяч рублей то есть и супруги на карту приходили и мне приходили и мы решили что 10 процентов от этого мы обязательно отправим в какой-то благотворительный фонд это скорее всего будет помощь деткам вот так что знаете те кто поддерживал копеечкой что обязательно 10 часть от того что вы отправили пойдет еще и на вот такого формата благое дело и слова теплые поддержки были и чего только не было в общем мы поняли что наверное эта ситуация произошла не просто так она произошла чтобы мы поняли что мы находимся на верном пути на правильном пути что мы делаем все ну как бы так сказать душой открыто и люди это чувствуют и поддерживают и поэтому я даже не жалею что так произошло это человеческий фактор усталость неудача стечение обстоятельств еще что-то нему вчера еще с катюшкой обсуждали что наверное тот кто украл этот рюкзак живет жизнью похуже чем мы во всех смыслах и надеемся на то что пускай даже и ему может быть как-то это поможет или тому кто приобретет потом эту камеру пускай она даже и ворованная может наши камеры еще нас снимают хороших кадров вот поэтому мы с спокойным сердцем и с открытой душой это все отпустили будем двигаться дальше будем развиваться будем сначала выжимать максимум из того что у нас уже осталось будем приобретать новую технику и обязательно расскажу что я приобрету за данную сумму то есть пока что у нас в планах для супруги купить новую камеру потому что у нее осталось совсем старенькая 1 ладун дышащая и практически вся оптика которая у нее была она собственно украдена поэтому мы будем в первую очередь в ту сторону направлять средства и еще я себе приобретаю скорее всего сигма 1850 2.8 на fx30 чтобы ну хоть как-то хоть что-то возможно снимать благо мне еще компания вилтрекс как раз вот до поездки успела выслать объектив 28 миллиметров 1.8 и на кропе он будет а-ля 42 миллиметра в общем то можно будет его использовать как творческий ну собственно сигму как все остальное поэтому прорвемся будем дальше с поднятым носом и хвостом трубой пистолетом двигаться еще раз вам друзья огромное огромное спасибо и в конце хотел бы еще несколько выводов которые мы сделали проговорить то есть первое что нужно сделать и я этим займусь по возвращении как только восстановлю паспорт российский я застрахую свою технику и вам советую застраховать свою технику потому что как оказалось ну это важно и смотрите обязательно чтобы в том числе и от кражи была какая-то версия страховки я знаю что не все страховые компании именно от кражи делают вариант страхования но обязательно это стоит как по крайней мере изучите задуматься и это будет очень хорошее вложение и дай бог она вам никогда не пригодится но перебдеть я считаю стоит второй момент это airtag ну или аналог какого-то девайса который может следить за вашими вещами потому что если бы я вчера вспомнил сразу как только все украли что у меня наушники там лежат и мы бы попробовали по ним геолокацию пробить вполне возможно что мы бы что-то успели сделать ну мало вероятно но все таки то есть airtag тоже стоит не каких-то баснословных денег и пару-тройку их прикупить и положить и в рюкзак и может в камеру да там как-то прикрепить в клетку или еще куда то то есть это тоже очень даже можно и нужно сделать и еще один нюанс что рюкзак ваш он не должен быть броским и вот наверное меня подвело то что это фото рюкзак это именно low pro это известный бренд и скорее всего те кто ходят по поездам и таскают различные там рюкзачки телефон и все остальное они прекрасно знают какие есть фото бренды и понимают что в таком рюкзаке скорее всего битком фото техники поэтому самый простой рюкзак может быть какой-то неброский но с вариантом открытия со спины чтобы у вас где-то пока он на спине ничего не могли сзади вытащить в общем наверное рюкзаки попроще собой стоит таскать именно в какие-то путешествия потому что я сомневаюсь что у нас в москве например так просто можно что-нибудь дернуть и остаться безнаказанным и еще такой момент по поводу человеческого фактора то есть рюкзак надо было конечно ставить в ноги и вообще все ценные вещи всегда держать при себе и стараться по максимуму бодрствовать во всех видах транспорта я понимаю что это не всегда возможно но по крайней мере держать все возле себя продевать ноги в лямки еще там любыми способами просто держать свою технику под рукой чтобы никогда не и не оставлять без присмотра мне на присылали просто гигантское количество комментариев и в личку и под видео что таких случаях было просто десятки вот реально десятки комментариев что то отвлекали подругу которая смотрела за рюкзаком прямо со стола в кафе дернули то просто из рук выдернули то машину вскрыли то еще что то еще что то в общем таких случаев просто целый воз и маленькая тележка поэтому учитесь на моих ошибках и не повторяйте их я очень бы хотел чтобы с вами подобное не случилось потому что никому не пожелаю себя почувствовать в такой ситуации но при всем при этом я безумно польщен тем как отреагировала наше фото-видео сообщество насколько высокая поддержка и у нас реально крутое сообщество друзья да и друзья и знакомые знакомые знакомых вообще уровень поддержки просто колоссальный мы вчера полдня ходили с комом в горле и так даже скупую мужскую слезу упустил потому что ну реально люди которых ты никогда в глаза не видел такую степень поддержки оказывали что у меня телефон просто вот смски приходили 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 сообщения приходили приходили это просто бесконечно было в общем я заболтался друзья у меня такой вот одним дублем сегодня небольшой видос я вам желаю успехов я желаю чтобы вы никогда не испытывали такое на своей шкуре я желаю чтобы вы тоже смотрели на мир открыто с добротой с теплом с душой и даже если какое-то говно в жизни случается то надо всегда найти хоть какую-то положительную сторону не вешать нос не двигаться вперед всех обнял всем еще раз огромное человеческое от всей души спасибо от меня и от моей жены катюшки всех люблю обнял еще раз приподнял пока берегите себя